Как не навлечь беду и укрепить здоровье? Какие лекарства и методы лечения заслуживают внимания? Профессиональные консультации донецких врачей в программе «Радио Доктор» на Радио Республика. У микрофона Ксения Камарь. Здравствуйте. Поговорим о трехуровневой системе оказания медицинской помощи в Республике, которая создается в интересах пациента. Наш собеседник Жуков Константин Викторович, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава ДНР. Здравствуйте, Константин Викторович. Здравствуйте. Прежде всего, что такое трехуровневая система в медицине, для чего она нужна, как давно создана и насколько она ощутима для пациентов, для нас обычных людей? Все новое – это хорошо забытое старое, поэтому сказать, что это прям абсолютно новость или новодел какой-то современный, это будет неправильно. Градация уровня медицинской помощи существовала всегда, но сейчас ее просто немножко по-другому обозвали. Всегда существовала так называемая первичка, которая брала на себя основную массу первичных обращений граждан вообще за медицинской помощью. То есть мы все с детства помним все поликлиники, которые являются первичками. Та же скорая помощь, которая является первичным звеном медицинской помощи. То есть нам это все знакомо, это все было, это все было раньше, просто сейчас это формулируется немножко более конкретно. А стационар – это уже какой уровень? Коль уж мы сейчас начали вспоминать о том, с чем мы знакомы. Давайте вспоминать, потому что вторичка или второй уровень медицинской помощи подразумевает уже наличие врачей-специалистов. То есть если на первичном звене помощь может оказать врач общей практики, раньше это был участковый терапевт, сейчас это называется врач общей практики семейной медицины, врач скорой помощи, то на втором уровне это уже включается врач-специалист. Это окулист, это гастроэнтеролог, это кардиолог, невропатолог. Они включаются, когда произошла первая дифференцировка состояния или патологии, и нужно вмешательство уже человека более высокой, узкой квалификации. И третий уровень медицинской помощи – это высоко специализированная медицинская помощь. Она считается уже конечной такой стадией в самом процессе оказания медпомощи. Чаще всего это высокотехнологичные вмешательства или пособия, которые на низших уровнях просто недоступны. То есть это высоко специализированная кардиохирургия, это высоко специализированные инсультные отделения, это высоко специализированный институт травматологии, который занимается сложными вещами и так далее. Поскольку в Республике вводятся стандарты здравоохранения, приближенные к российским, можете ли Вы на примере центра, в котором Вы работаете, объяснить, что из себя представляют уровни медицинской помощи в Республике, и в частности, как помощь кардиологическим больным? На примере кардиологической помощи, наверное, достаточно показательно это будет. Человек, впервые обращаясь с какой-то проблемой, с каким-то вопросом, он чаще всего вначале попадает к врачу общей практики, к семейному врачу или участковому врачу. Или, если ситуация вышла из-под контроля, вызывает скорую помощь, и к нему приезжает врач скорой помощи. Объем помощи и объем диагностики, доступной на этом уровне, он очень ограничен. Там затоит задача первичного разграничения необходимых дальше каких-то действий и направление пациента в каком-то конкретном направлении. И врач скорой помощи, и врач поликлиники заподозрили какую-то кардиальную патологию, острую. Они направляют специализированное кардиологическое отделение, где есть возможность и лабораторного наблюдения, диагностики, инструментального наблюдения, больше аппаратуры. И работают врачи-кардиологи, которые очень узко занимаются этим вопросом. Это районные больницы, у нас в городе порядка 9 кардиологических отделений по районам, плюс 2, куда эти больные попадают. В каждом районе есть кардиологическое отделение. Это второй уровень. Самое интересное, что вторым уровнем может считаться и районный врач-кардиолог, который сидит в поликлинике. Это уже узкий специалист, который дает чуть-чуть другой уровень помощи. К нему обычно направляют или направляют пациента с обострением хронического состояния, которое уже знакомо с известным диагнозом, и он пытается на профессиональном уровне вмешиваться. Третий уровень медицинской помощи – это когда возникает острая ситуация, и нужно очень специализированное вмешательство, тяжелое нарушение ритма, с которым не могут справиться в стационаре уже даже. Это кардиохирургическое вмешательство, это коронарография, стентирование, кардиохирургическая реанимация и так далее. То есть это высокотехнологичные отделения в лечебных учреждениях, чаще всего республиканского уровня. То есть это больница Калинина, доктор МОО, это ИНВХ. Ну вот кардиологических у нас два. Получается третьего уровня всего две точки. Центр экстренной медицинской помощи и медицинный катастроф. Там, где вы работаете врачом-кардиологом. Куда относимся мы? Куда относитесь вы, да. Это учреждение медицинское какого уровня? Республиканский центр экстренной медицинской помощи, или санавиация, как его в просторечии называют, это попытка вынесения третьего уровня на второй. То есть мы фактически узких специалистов, высоко квалифицированных специалистов пытаемся доставить в места, вот в те городские районные больницы для помощи. Тут немножко получается нюанс, что мы не едем помогать больному, ну так, до юры. Мы едем помогать медикам. То есть мы приезжаем в отделение и помогаем принять решение, определиться с тактикой лечения, организовать эвакуацию крайне тяжелого больного на третий уровень. То есть мы фактически являемся теми, как правильно сказать, послами, не послами, представителями. Для примития какого-то коллегиального решения, да? Да, представителями третьего уровня на втором уровне. Я, готовясь к интервью, заглянула, что такое трехуровневая система в России. Мне интересно, хотелось бы озвучить для такого, для общего понимания, потому что есть определенные достоинства, они направлены как раз на пациентов. На трехуровневую систему медицинской помощи сегодня переходит все российское здравоохранение. Чем это обусловлено? Во-первых, за это время возникли новые методы лечения, которые позволяют оказывать действенную помощь пациентам, находящимся в тяжелых, жизнеугрожающих состояниях, а не надеяться, что, так сказать, организм справится, пока больной находится под присмотром врачей на больничной койке. Например, перестали звучать как приговор диагнозы сосудистых катастроф, инфаркт и инсульт. В наше время это серьезные опасные заболевания, но в большинстве случаев они поддаются лечению. Во-вторых, современные технологии требуют современного же оборудования и квалифицированных врачей. Поэтому для применения высокоэффективных медицинских технологий необходимо создание специализированных медцентров. И, в-третьих, значительно расширились возможности диагностики и профилактики заболеваний, в результате чего изменилась сама философия медицинской помощи. Центр внимания сместился в сторону сохранения здоровья и предотвращения болезней, так называемой профилактики. Вакцинация и первичные осмотры, профосмотры, вот как раз об этом идет речь. Это вообще такая идеальная модель трехуровневой системы здравоохранения, которая стремится в Российской Федерации. Но поскольку, повторюсь, мы близки к стандартам здравоохранения России, то это для нас также должно стать каким-то ориентиром. Я бы немножко уточнился, потому что трехуровневая система не подразумевает немножко такой вот намешанности. То есть никакой профилактикой, никакой третий уровень заниматься не должен и не будет. Мы говорим о первом. В-третьих это не означает третий уровень. Скорее того, первый. Поэтому первый уровень занимается профилактикой, занимается первой диагностикой, диспансеризацией. Там огромное количество достойных людей, там огромное количество действительно реально рутинной работы, когда вот это скрининга населения и так далее. Второй уровень уже берет явную патологию и занимается угрожающими какими-то состояниями. Третий уровень. Не может быть этих центров много. Это все рассчитывается на количество населения, на количество обращений, на количество заболевших в единицу времени, например, за год. То есть, например, кардиохирургическое отделение детское, которое у нас существовало в полном объеме, например, до войны, оно рассчитывалось на вполне конкретное количество родившихся детей за год в области, из них имеющих, процент из них рассчитывался, которые, в принципе, могли родиться с какими-то вырожденными пороками. То есть, держать еще одну такую клинику, которая не будет занята работой, ну, бессмысленно. То есть, это все расчетные величины, расчетные вещи. Это во-первых. Во-вторых, высокотехнологичные виды помощи, например, включая те же инсультные центры, там, нейрохирургические, сосудистые, кардиохирургические и так далее, они подразумевают две вещи. Каждого узкого специалиста такого уровня, его надо учить годами. Это помимо того, что он получил, в общем, медицинское образование, хирургическую подготовку и так далее. Во-вторых, оборудование, на котором работают люди, оно стоит так много, что его ни одна районная, ни одна городская больница просто физически не может себе позволить от слова «никогда». То есть, это в одно место сводится очень дорогое, очень эффективное, мощное оборудование. Туда сводятся, собираются люди, которые проходят дополнительно колоссальнейшую подготовку. И задействовать этого специалиста на обычном приеме, ну, это расточительство даже не поддается никаким словам. Каждый должен заниматься каким-то своим. Там нет выпускников. Вот сразу мединститута, они все проходят какую-то работу, они все где-то успевают поработать, где-то поучиться. И потом только в виде дополнительного образования, дополнительной подготовки становятся узкими специалистами, потом высококвалифицированными специалистами. Так что это все непросто. А вот, к слову, как комплектуются медицинские учреждения кадрами? Означает ли это, что в медучреждениях 2-го и 3-го уровня работают специалисты с большими компетенциями, чем, например, просто в амбулатории? Что мы подразумеваем под компетенцией? Работа на поликлиническом уровне или работа на скорой помощи требует очень серьезной подготовки. Это просто другая специальность. Там другая задача стоит. Мы не касаемся сейчас, например, видов помощи и форм помощи, например, потому что, если это экстренная и плановая помощь, они отличаются. Точно так же отличаются вопросы, допустим, врачебной помощи, специализированной помощи и высококвалифицированной помощи. Они разные. Поэтому каждый делает на своем уровне свою работу. Ну, я наблюдала в очереди к окулисту такую сцену, когда пациентка заглянула в кабинет окулиста и сказала, ой, там вот эта молодая девочка, что она мне скажет? Развернулась и ушла. Вот этот момент доверия или привычки к врачу опять сложилась за многие годы и она существует, эта система так называемых своих врачей. Когда пациент на протяжении многих лет лечится у своих врачей, потому что доверяют или опять-таки обращаются по рекомендациям знакомых к хорошим специалистам. Вот эта трехуровневая система в медицине, она меняет положение вещей. Может ли пациент с определенной, зная, что у него есть какое-то хроническое заболевание, пропустить визит к терапевту и пойти сразу, скажем, к знакомому хирургу в больницу со вторым уровнем? У нас может. Если мы уже упомянули Российскую Федерацию, по всем канонам страховой медицины его никто на втором уровне не примет. Он должен пройти определенную этапность. мы избалованы немножко в этом отношении, потому что количество тех же районных, я по своей специальности, например, это касается не только кардиологов, но наличие близко находящихся кардиологического отделения и рядом соседки, которая говорит, зайди, там, Ваня, Маня, Паня, кто-то сидит и скажи, что от меня. Это как только мы выходим за пределы мегаполиса, например, эта ситуация сразу рушится. То есть на второй уровень человека кто-то должен направить и с чем-то. Из специалиста. Конечно. То есть его кто-то должен посмотреть и кто-то должен его туда направить. На третий уровень тем более. Никто с кардиохирургом первичный прием вести не будет. И разбираться, болит, не болит, это, в общем-то, это не его работа, его работа, это рукоделие высокопрофессиональное, очень технологичное и, я говорю, абсолютно нерациональное. В виде жеста доброй воли посмотреть кого-то из знакомых может любой врач. Но тактически это неправильно. Это разбазаривание времени, средств, сил. Нерационально абсолютно. Хотя мы в этом отношении избалованы. Вам что-то известно о том, как работает трехуровневая система или страховая медицина, скажем так, в развитых странах, в странах развитой экономики? Возможно, вы в своем сообществе медицинском делитесь. Вам не понравится, наверное, потому что все зависит, в очень развитых странах, все зависит напрямую только от размера твоей страховки. Нам стараются, например, средства массовой информации не доносить, некоторые нюансы оказания медицинской помощи, например, в тех же Соединенных Штатах и Канаде. Развитые страны, да, очень высокотехнологичный уровень медицинской помощи в разных отраслях, вопросов нет. Но 30, где-то было, причем лет 5 назад еще, около 30% пенсионеров не могут получить никакой помощи. Не то, что высокоспециализированы, они никакой помощи не могут получить, потому что у них страховка уже съелась, у них нет страховки, они не могут туда попасть, они не могут вызвать скорую помощь. Нам же об этом не рассказывают. Но зато некоторые нам рассказывают, что безработные каждый день меняют себе носки, как здорово и сытно жить в Штатах. Это слишком дешево. Нам же не рассказывают о том, что огромнейший процент, там на миллионы считаются людей в тех же Штатах, которые живут в трейлерах, потому что они не могут себе позволить даже снять квартиру. Это работающие люди, я не говорю про совсем бездомных и не работающих, работающих. Они живут в трейлерах не потому, что это так модно, а потому, что купить машину проще один раз на много лет, чем снимать квартиру. И найти в другом городе. То есть, так мобильно сел, завел мотор и убрать. Поэтому без вот эта страховая медицина, у нее есть второе, так сказать, дно. Вот та невидимая часть, то есть, пока ты работающий, пока у тебя эта страховка пополняется, ты имеешь возможность по этой страховке сделать что? Каждая страховая, вот я был застрахован, у меня была страховая карточка, например, достаточное количество лет. Я себя примерно представляю, я видел эти документы, которые оформляются при оформлении медицинской страховки. Поэтому, если там написано, что у меня только острая зубная боль входит в стоматологические услуги, например, по страховке, а никакая пластика туда не входит, а пластика зуба выходит размером в свою зарплату, мне проще вырвать этот зуб, чем его по-взрослому отремонтировать, накрыть коронкой, сделать какой-то мост и так далее. То есть, если у человека есть в доме маленькие дети, он пожертвует своими кардиологическими, гастроэнтерологическими проблемами в счет того, чтобы у него была по страховке оказана помощь ребенку, например, но ему самому не достанется, он будет за все платить. А платить с чего? У нас страховой медицины нет, это скорее плюс или недостаток? Наверное, сейчас недостаток. У страховой медицины есть свои положительные и есть свои отрицательные моменты. Вот положительных моментов нам не хватает. Плохо, что у нас нет страховой компании, неплохо, что у нас нет медицинской страховки, например. То есть, для работающих это был бы выход, например. То есть, более аккуратное разделение на объемы и виды помощи, например, у пенсионеров и еще работающих, это должны быть разные страховки. Сейчас, например, при наличии материалов абсолютно бесплатно у нас оказываются даже высокотехнологичные виды помощи, которые иногда затруднительно оплатить человеку, например. Но ее могут оказать только в том случае, если эти материалы есть, если есть это оборудование. То есть, раньше это назывались государственные программы, сейчас у нас идут гуманитарные программы. То есть, они срабатывают, никто из медиков не отказывает в таком виде помощи никому. Тем не менее, категория людей такая есть, и медицину врачей принято ругать у этой категории людей. Но скажите, за что мы все должны быть благодарны существующему положению делу? Благодарным пациентам? Я бы вежливо бы шаркнул ножкой поклонился своим коллегам, потому что на определенном временном этапе произошло разделение и физическое, и психологическое людей. И достаточное количество людей, так сказать, приняло решение и покинуло эту территорию, например. среди них были и очень уважаемые, очень профессиональные люди, разные были люди, но те, которые остались, остались люди интересные и ответственные и среди них. У нас сейчас вот пошла волна, у нас подрастает молодое поколение, они еще разные, но там есть очень интересные, очень хорошие ребята, которые они уже сейчас хороши, они еще собираются расти, еще собираются учиться, то есть вот любой уровень медицинской помощи все равно завязан на людей. Вот и наличие ответственных, профессиональных, неравнодушных людей, вот они и сделают любой уровень хорошим, достойным. А по поводу я этого врача знаю, этого не знаю, есть хороший старый анекдот, когда у всех медиков все анекдоты начинаются или половина, начинается с того, что пришел пациент в поликлинику. Но перед этим в поликлинику пришел Христос и сказал, я хочу хоть посмотреть вообще, что делается за столько лет, я не был на земле столько времени. Говорят, ну пойди вот там, где страданий много, в поликлинике, сядь и посядь. Вот он пришел, закатывается к нему на каталке первый пациент на сидячий, говорит, ой, доктор, что-то ходить не могу, вот уже пять лет не могу ходить. Ему говорят, ну как там доктор новый? Он говорит, так, а какой он доктор? Даже давление не померил. Спасибо. Вот действительно очень интересный, вы как бы говорили о своих коллегах, но я подтверждаю, все врачи, которые были в этой студии, это наши любимые гости, они как-то эту жизнь понимают иначе, по-другому, всеобъемлюще и ценят и относятся к ней как врачи. Не знаю, это, наверное, особое состояние, души, особая философия. Да, Константин Викторович, какая философия? Философия, мы раньше говорили, что есть три категории специалистов, удивить которых и чем-то практически невозможно. Это люди, к которым никто не приходит с добром, будем так говорить. Это врачи, священники, юристы. Поэтому, если у меня в кабинет открывается дверь, человек с добром не пришел. Вот в этой ситуации, когда тебе все время приносят неприятности, боль, трагедии, любой заходящий человек принес какой-то колоссальный негатив. Конечно, это меняет психологию, меняет людей, меняет, не все выдерживают. Не к вам лично негатив, он принес свой негатив. Он свой негатив, да, у него свой негатив, но он, он кроме меня, ни с кем не может поделиться. Поэтому он приходит и делится своим негативом, пока ему не станет легче. А что после этого станет с доктором, его уже не интересует. Врачей надо беречь. Нас мало, берегите нас. Да, и уважать, и беречь, и понимать, что они тоже люди, что вы тоже люди, Константин Викторович. Спасибо большое за этот интересный разговор. Здоровья, удачи и благодарных пациентов, понимающих. Спасибо. Берегите себя. Радио Доктор. Прислушайся к здоровым советам.